Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем доброго времени суток. Это, вы, наверное, узнали Мэй Маск. Это мама Илона Маска. Посмотрите, какая она была в 19 лет и какая она в 70 лет. Это потрясающая женщина, необыкновенной красоты. И вот это необыкновенной красоты женщина, она произвела на свет гения. Кто-то скажет, да прям, прям уж так гения. Именно гения, именно гения. И вы знаете, что стало известно, что Илон Маск и его возлюбленная, 32-летняя канадская певица, Граймс, а вот и она, его возлюбленная, вот ей 32 года, зовут, ну, называют её Граймс. Они стали родителями, если вы думаете, что первый раз, нет, Илон Маск не первый раз. Но я решила вспомнить всех женщин, с которыми встречался миллиардер. И смотрите, ведь совсем не просто быть девушкой Илона Маска. Ну, хотя, конечно, безусловно, заманчиво. А вот тут вот певица уже в другой имидж у неё. Ну, на то она и певица. Кстати, она знаменитая певица. Но Илон Маск, он действительно гений современности. Он же невероятно умный. Вот с ним он не сможет даже жить с каждой. Он невероятно умный. С невероятно умными, с гениями тяжело жить. Он создатель платёжной системы PayPal. Он создал электромобиль Tesla. Он главный инженер уникальной космической программы SpaceX. Просто крайне неординарный человек. Он мечтает усовершенствовать нашу планету, потом отправиться покорять космос. Он сидит с новорожденным ребёнком в маечке, покоритель космоса. Он очень трепетно, это известно всему миру, относится к своей матери. А это немало важно. Он говорил, я планирую умереть на Марсе. С улыбкой он так говорил в одном из интервью. Но только не при посадке. Его называют мечтателем. И, кстати, он трудоголик. Работает по 85-100 часов в неделю. А его состояние, а его состояние на конец 2000, ну возьмём 19-го года, это издание Forbes, оценили почти в 23 миллиарда доллара. 23 миллиарда доллара. И вот он производит и сейчас аппараты для искусственного дыхания. Всё это отдаёт бесплатно по клиникам в своей стране. Но крупная прибыль никогда не была первостепенным источником мотивации Илона Маска. По крайней мере, он так сам заявляет. Его цель главная – изменить мир к лучшему. И на вот этот грандиозный проект всей его жизни у него уходит много времени и сил. А когда ты чувствуешь ответственность за будущее человечества, а он чувствует то, приходится чем-то жертвовать. И вот в случае Илона Маска – это сфера личных отношений. Нельзя сказать, что миллиардер обделён женским вниманием. Нет, он красив, он высок, он следит за собой, он из прекрасной семьи, он прекрасно воспитан. У него есть масса положительных качеств, масса. Кроме того, он интеллигентен. Знаете, говорят, что он не хам. А это немаловажно для женщин. Он не хам. Может, поэтому он был трижды женат. Имеет теперь уже с сегодняшним, ну, с последней вот истории. У него новорожденный, мы его поздравляем, дай Бог ему здоровья, процветания, благословений. Но у него уже шесть детей. Вот так вот. Он в шестой раз стал отцом. Странное имя. И первые фото ребёнка он уже опубликовал. Но проблемы в его отношениях с возлюбленными всегда было гораздо больше, чем недоработок в Тесла. И разные девчата у него были. Ну, он не может пойти там где-то в баре и познакомиться, да. Обычно, как эти девушки сами, наверное, мне кажется, его находят. Или очень часто мелькают на экранах. Вот, например, как та певица, с которой он сейчас живёт. Вот тоже с бывшей девушкой Джонни Деппа. Вот ещё одна его пассия. Вот. Но он, видите, говорит, что в любви формул не существует. И тут точные расчёты невозможно сделать. А он любит точные расчёты. Поэтому у него случаются просчёты. Илон Маск крайне редко говорит о своих отношениях. О подробности романов он вообще за семью замками. Никогда, ни в одном интервью он плохого о своей возлюбленной или бывшей супруге никогда не говорил. Но он признавался в интервью изданию «Роллинг Стоун», что не может быть по-настоящему счастлив в одиночестве. Это точно. Он говорил, что я прекрасно знаю, каково это быть одному в большом пустом доме и слышать звук своих шагов в костинной, где никого нет и никого нет на подушке рядом с тобой. И он говорит, как можно быть счастливым в такой ситуации? И вот этот страх у него остаться навсегда одному кажется, никогда не покидает. Его родители развелись, когда Илон Маск был подростком. И причиной стала измена отца. Вот да, скажут, банально. Да не банально. Вот да не банально. Для нормальной женщины измена – это развод. Нет, всё. Для нормальной. Ненормальная может терпеть, любить. А вот, например, если мы возьмём Библию, это единственный момент в Библии, который позволяет развестись с мужчиной. То есть, если он болен, нельзя разводиться, бросать ни в коем случае. Если, потому что он пастор в семье, да и вообще, какая подлость, да, когда человек больной, его бросают и так далее, и так далее, и так далее. Но единственный момент, когда, если измена, позволяется развод. Так написано в Библии. И вот измена отца. Страшная измена с его собственной падчерицей, которая умудрилась ещё и родить от него ребёнка. Вы себе можете представить? Какой удар на Илона Маска! И, узнав о любовных похождениях папы, Илон назвал его исчадием ада. Вот так он и сказал. Но жизненные обстоятельства сложились так, что именно в доме отца, будущему изобретателю Тесла, предстояло прожить ещё несколько лет. Он не любит вспоминать те времена и не общается с родным папой много лет уже. Единственное, что миллиардер говорит сегодня о своём родителе, это то, что у него получалось испортить жизнь всем, кто находился рядом. Возможно, он жалеет свою маму, и поэтому он очень-очень трепетно относится к ней. Но я вообще не представляю, как такой женщина. Необыкновенной красоты можно изменить. Вот он сказал исчадие ада. Представляете, ещё и спадчерица. Это вообще, вообще. Конечно, мальчик пережил стресс бешеный. Бешеный. И вот Мэй Маск, она оказала большое влияние на формирование своего сына. Она была таким живым примером того, что успеха можно добиться, если много трудиться. Я прочитала «Потрясающая Мэй» или «Почему мама Илона Маска круче, чем он сам». Если вы прочитаете это, то вы поймёте. Ну, а кто не прочитает, тот в ближайшем видео узнает. И вот Мэй, вот она работала на пяти работах. Внимание! На пяти работах. И поощряла увлечение сына сферой предпринимательства и новых технологий. Поощряла. Это значит, финансово давала возможность, раз ему это нравится, развиваться. Так, как он хочет, в финансах она ему давала всё, лишь бы он разбирался в новых технологиях и предпринимательствах. И занятость матери, она не позволяла ей проводить, конечно, много времени с сыном, поэтому для Илона она стала скорее ролевой какой-то моделью, не самым близким человеком на свете. А вот он не мог поделиться то, что он чувствовал у себя в душе. Психологи бы сказали, наверное, ну, как бы психологи, это детская эмоциональная травма, сказали бы психологи. Либо страх быть покинутым до сих пор влияет на жизнь. Или давайте покопаемся, вернёмся в детство. Вот помните у него, ну, как это обычно, бред. Знаете, на самом деле, что это? Это просто нехватка Божьей любви. Вот и всё. Вот почему я говорю, обнимите, поцелуйте ребёнка, пообщайтесь с ним, посмотрите вместе мультик, подарите любовь, давайте столько любви, сколько это возможно и невозможно. Любви не бывает много. Поэтому он говорит. Именно поэтому, а не потому, что психологи скажут, а ну, ложись, прими позу горизонтально, давай вернёмся в твоё детство. Так, ты помнишь тот камень, об который ты споткнулся? Всё это ерунда, понятно, все люди понимают, что это чушь. Я вообще психолога, конечно, но не важно. В общем, и одиночество это плохо лишь потому, что оно убивает человека, потому что Бог нас создал не одинокими. У Адама должна быть Ева, вот почему. А не потому, что какие-то психологи что-то там рассказывают, какие-то книжки малышки пишут. Всё это ерунда. Человек не должен быть один, просто не должен быть. Никто, никакой человек не должен быть один. Если нету спутника жизни, если вы овдовели или что-то ещё произошло, ничего страшного, обязательно должен быть друг, подруга, сестра, брат, дети, внуки, но только не один. Добрая соседка, но нужно служить людям, и вы не будете 100% одиноки. Нужно дарить любовь окружающим, и вы не будете 100% одиноки. Вот и всё. Вот и всё. И вот сердце миллиардера на данный момент занято. Вот эта фотография мне очень нравится. Мать Илона Маска в тот момент, когда она осталась одна с ним, с ребёнком на руках. Разве такой женщине можно изменять? Никакой нельзя! Но посмотрите, как она хороша! Конечно, такой открытый, высокий, большой лоб говорит о мудрости, говорит о том, что вот эта мозговая часть у неё развита отлично. Такие женщины рожают гениев. Такие женщины рожают гениев. Посмотрите. Вот она. Как такую можно бросать? Таких не бросают. Как таким можно изменять? Какая красивая женщина! Девушка! Какая она красивая! Вот нету вот этих вот надутых, позорных губ, которые надувают вот сейчас вот эти мочалки, которые... Ну, я их не могу назвать девушками, женщинами. Нет. Ну, вот это вот позорище такое с этими губами, как утки. Утки вот эти вот. Посмотрите, какие губки, какая улыбка, какие глазки, какой взгляд, какие бровки. Вот оно. Овал лица. Вот она. Красота. Вот и удивительное дитё породила эта красота. Именно такое дитё, которое меняет мир. Итак, значит, со своей женой, начинающей писательницей в начале, Джастин Уилсон, её зовут. Илон Маск познакомился в Канадском Королевском университете. Она скромная, красивая, амбициозная девушка. Она его привлекла. Внимание, там. Представьте, в университете. Причём встретились они в библиотеке. Она предпочитала серьёзную учёбу легкомысленным развлечениям. А встретить её в библиотеке можно было гораздо чаще, чем на студенческих вечеринках в кампусе. Джастин стремилась стать известной писательницей. Поэтому любовь и отношения были далеко не на первом месте в списке её приоритетов. Вот. Но Илон Маск, он же привык тогда добиваться цели, поэтому просто подошёл к девушке, пригласил её в кафе мороженое. Потом ей это польстило. Галантный студент, он очень галантен. И ещё раз говорю, он никогда не хам. Для порядочной девушки это очень важно. Если вы хотите выйти замуж за принца, то вы будете ставить условия. Например, я не разрешала, не позволяла в моём присутствии никому материться. Если человек матерится в моём присутствии, значит этот человек не со мной. Общаться он не будет там, где я нахожусь. Просто не будет и всё. Если вот человек у него вылетело какой-то мат, матершинное слово, я говорю, не матерись. Пожалуйста, я вас очень прошу не материться. Я вас очень прошу. Я не то, что не люблю, я не выношу мат. Пожалуйста, будьте любезны. При мне не материться. Всё. Всё. При мне не курить. Есть правила, которые при мне делать нельзя. Это и с женатыми не встречаемся. Вот такие правила простые, которые приведут к вам принца. А те, которые зарятся на чужой каравай, которым всё равно матеряться при них, не матеряться, курят им лицо, не курят, им всё равно. Ну, в общем, разные вкусы, разные мнения, но вот так. И вот Илон, он не хам, он не матершинник, он гений, он трудяга. И вот его первая любовь, это, да, красивая девушка, но из библиотеки. Ну, так случилось. Вот. Илон красиво ухаживал за Джастин, дарил цветы, всегда давал свою кредитную карту, когда девушка шла в книжный магазин со словами «Купи всё, что захочешь», он ей говорил. Даже когда будущий миллиардер перевёлся в Ортонскую школу бизнеса, он продолжал одаривать возлюбленную знаками внимания и постоянно, постоянно водил на свидание. В скором времени выяснилось, что у Илона и Джастин было очень много общего. Они имели амбициозные цели в жизни, хотели создать большую семью и никогда не сдавались перед трудностями. Вот. Она такая была перфекционистка, она старалась быть лучшей во всём. Вот. Когда, говорит, она вспоминала как-то в книжном магазине, я указала на полки и сказала, что не успокоюсь, пока там не будут стоять мои книги. Он посмотрел на меня с восхищением и сказал, ну ты просто моя копия. В 2000 году Илон ей сделал предложение и, в общем, не задумываясь, она согласилась, они поженились. Вот так это всё. Два года семейная жизнь была сказкой. Маск получил 22 миллиона долларов, продал крупной корпорации свой стартап Zip2, приобрёл роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Вот он, красавец Лос-Анджелес. Но кто не знает эти великолепные ночные фото Лос-Анджелеса. И личный самолёт он приобрёл, элитный автомобиль McLaren F1 и занялся разработкой первой в мире электронной платёжной системы PayPal. Джастин заботился, Джастин заботилась, она заботилась о муже. Она поддерживала его во всех начинаниях, потом они задумались о детях, и уже в 2002 году на свет появился их первенец, зовут его Невада Александр. Илон и Джастин были счастливы. Всё было вроде как, как они мечтали. Но неожиданная трагедия навсегда изменила их жизнь. В возрасте 10 месяцев ребёнок умер во сне, перестав дышать. Знаете, есть такая болезнь, ундины называется, проклятие ундины, такая болезнь называется, когда ребёнок, это обычно до года, до трёх бывает. Вот у меня была такая болезнь, когда ты ночью задыхаешься, меня называли синенькой, надо было дежурить, надо было обязательно дежурить. И вот когда задыхаешься, обычно это ночью происходило, нужно было хватать и так трясти, встряхивать даже кверх ногами, встряхивать, чтобы раздышался ребёнок. Вот над моей кроватью дежурили то мама, то сестричка, но сестричка ещё тогда маленькая, но всё равно помогала, то бабушка, то папа, в общем, дежурили. Это до трёх лет такое может быть. чаще всего до года встречается. И вот у Илона Маска вот такое произошло с ребёнком, перестал дышать. И прибывшая бригада медицинских работников оказалась бессильна, но уже всё, смерть сына, представляете, стала это просто трещиной, трещиной в фундаменте отношений. всё. Он с головой погрузился в работу, он перестал проводить время со своей супругой, а та почувствовала себя тоже, представьте, потеряла ребёнку. Подавленный. Она настолько нуждалась в его поддержке и через некоторое время в общем-то пара нашла в себе силы обратиться за помощью к специалистам по искусственному аплодотворению. В 2004 году в их семье появились близнецы Гриффин и Ксавьер. В 2006 тройняшки Дэмиан, Саксон и Кай. Представляете, пять детей. Но это не решило существующих проблем. Напротив, в некотором смысле усугубило. Джастин сильно уставала. Представьте, пять детей. Она пыталась поддерживать домашний уют, она принимала высокопоставленных гостей, а они ведь регулярно приходили к мужу. Она превращалась просто в тень супруга, обыкновенную домохозяйку, а это ее сильно тяготило, она хотела стать великой писательницей. Илон занимался бизнесом, работал над проектом SpaceX и обговаривал условия сотрудничества с НАСА, а брак-то его разваливался на части. Брак-то трещал по всем швам, что называется. Вот так вот. В общем, продлилось до 2008 года это все. Илон и Джастин они подали на развод и там судебное разбирательство, там все окончательно испортили отношения с судебным разбирательством. Она говорит, что я была для него женой-стартапом, но я ни о чем не жалею. У меня есть пятеро сыновей и мои книги. Она все равно писала. А вот одна из тех редких фотографий, где студент Маск со своей будущей женой Джастин, где они в кафе-мороженое пошли на кофе. Счастливые, влюбленные, это сильнейшая любовь его была. Абсолютно все последующие женщины, обратите внимание, они будут похожи на нее. Абсолютно все. Что это? Вон он. Вон детки-близнецы. И после его развода он недолго оставался один. Новую возлюбленную по слухам он встретил даже до того, как начались долгие судебные разбирательства с Джастин. И его пассия была 22-летняя британская актриса Талула Райли. Вот вы ее сейчас как раз видите на экранах. Она мечтала покорить Голливуд, но вместо этого она завоевала сердце Илона Маска. Они познакомились в одном из лондонских ночных клубов. Ну, знаете, как в ночных клубах сети свои расставляют всякие разные женщины, которые хотят увезти того или иного. Ну, а тот или иной, который идет в этот клуб, будучи женатым, ну, вот и все. Поэтому я не понимаю, как можно, допустим, с изменщиками жить. Вот они познакомились в одном из лондонских ночных клубов. А уже через пару недель миллиардер пригласил девушку провести уикенд в отеле в Беверли Хиллз. Через неделю. А чего им там долго? Надо долго, что ли? И вот там возникло, я не знаю, что там между ними возникло, не знаю я, что ему предложил. Он предложил руку и сердце, он порядочный парень. Он просто так, ему нужно все через паспорт. Через паспорт. Вот так, это просто порыв любви такой. Даже кольца не было. Все, переспал, начать жениться. И вы знаете, вот одна из первых об этом узнала Джастин. А тогда был только бракоразводный процесс, еще шел, и на начальной стадии. Она написала Талули с дипломатичным, вот Джастин написала она ей, но несколько странным предложением. Я бы хотела, чтобы наши отношения скорее напоминали французское кино, в котором две женщины становятся подругами, и вместе размышляют о жизни, чем голливудский фильм, в котором одна из них должна быть хорошей, а вторая плохой, так она написала. Присутствуют драки, и в конце кого-то выбрасывают с балкона, написала она. Она ответила, да, давайте поступим как французы. То есть насколько Джастин, первая его супруга, корректно даже в этом. В общем, поженились они через шесть недель вот эти, вот эта актриска вместе, и что? И они всегда воздерживались от комментариев, так жили как-то, и потом развелись. Значит, они получается в 2009 или 2010, да, сошлись, в 2012 развелись. Все. Потому что Илон Маск, он трудоголик, он одержим работой, но Илон Маск не понимает, что он встретил эту женщину в баре, ночной клуб, это своеобразный большой бар, с музыкой, с наркотиками, с всякой нечистью. Не может там встретить, невозможно встретить в ночном клубе жену, это нереально просто, потому что ту, которую вы встретили в ночном клубе, год-два, ну протянет, а потом она снова захочет ночной клуб, это болезнь, тем более певицы, это болезнь актрисы, поэтому не знаю, не знаю, разве, ну, это мои субъективные такие понятия, я, сейчас скажут, вы старомодна, да, 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 будем считать, что так, я старомодна, но я точно знаю, что в барах жен не ищут, за бутылкой жену не найдешь, понимаете, когда выпил чарку другую, красавицы все, да еще и в ночных клубах, ну и вот результат, все, в 2012 они разошлись, с таким гением надо жить и быть его тенью, как его первая Джастин, это однозначно, вы знаете, насколько этот человек корректный, насколько он интеллигентный, он написал письмо после развода, он написал ей, это были замечательные 4 года, протянули они почти 4 года, почти 4 года, то есть 3 с копейками, я буду всегда любить тебя, в один прекрасный день ты сделаешь кого-то очень счастливым, все, вот такое вот корректное послание, прощай, представляете, какой это интеллигентный человек, потом пресса начала писать уже в 2013, через год, что Илон Маск встречается с голливудской блондинкой Камерон Диэс, поводом стала там покупка актрисы автомобиля Тесла, но и актриса стала посещать Пало Альто, где в тот момент работал Илон Маск, то есть актриса, она с визитом приезжала к нему, он уже никому не назначал, видите, как свидание назначал он только своей первой супруге, а все остальные либо к нему приезжали, либо где-то подбирал в ночных клубах, я же вам говорю, что не так просто встретить крутого человека, мудрого, умного, красивого, вообще во всех отношениях, это сложно найти, нормальную женщину найти очень тяжело, гораздо проще мусор найти, вот пойти в ночной клуб какой-нибудь и там подобрать все, что, как говорится, валяется, вот, бомонд, весь бомонд, я так называю их, этих людей, что в ночных клубах девушки бомонд, этот бомонд же просто его подобрать, пошел и подобрал, они же для этого туда приходят, чтобы их подобрал кто-то, а вот так найти, вот первая, та самая, которую он полюбил, которую он встретил в университете, который, в библиотеке, ну, вот это, вот это его было, конечно, пять детей у них, ну, начал он встречаться с Камерон Диас, ездила она, к нему ездила, и пошли, поползли слухи, вот 2013-й и все, в этом же году та предыдущая пассия услышала, что другая актриса зачастила и решила вернуться, вторая попытка опять провалилась, опять провалилась, по тем же причинам, что и первый раз, в общем, второй раз они разошлись, второй раз, Талула вернулась, и снова они разошлись, и все, ну, вот так вот, вот так они и разошлись, в январе 2016-го года на инвестиционном форуме в Гонконг Илон Маск заявил, что в его профессиональных планах покорение Марса, все, и буду над этим работать, вы знаете, в личной жизни у него появилась Эмбер Херт, вот это, в общем, неудачный опыт, ничему не учит, он ищет вторую половинку, но не там, и неудивительно, что вот его избранницей стала актриса, опять актриса, ведь она только несколько дней, как закончила бракоразводный процесс Джонни Деппом, Джонни Депп еле от нее открестился, и пришлось заплатить очень много, там история любви с плохим концом, с плохим концом, и бац, подбирает ее следующий, Илон Маск, друзья Илона Маска говорили, ты, 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 ты что, опять третья актриса, ты вообще понимаешь, что ты делаешь, но он думал, их, их все-таки заближает сильнейшее физическое влечение, сильнейшее чувство, хотя вы же понимаете, актрисы, они умеют играть, их этому учили много лет, они же ведь в фильмах играют, так играют, что люди плачут, не слушал друзей, не слушал маму, не слушал, все, в общем, он упустил из виду даже то, что Эмбра, она вообще полная его противоположность, и полная противоположность тому типу женщин, с которыми он встречался до нее, казалось бы, ангельская внешность, но взбаломошенный характер, и знаете, что, склонность к психопатии, как он написал, разбить тарелку, или еще что, доктор сказал ему, с которым он посоветовался, что с такими жить нельзя, что это психически больной человек, такие, мягко выражаясь, склонность к спонтанным поступкам, которые вступают в конфликт с размеренным планированием жизни Илона Маскова, скажем так, будем называть шизофрению, ну, я не знаю, не шизофрению, а как доктор сказал, мы будем говорить это мягко, спонтанные поступки, разбить об голову тарелку, бутылку шампанского, или еще что-то, в общем, вот эту психопатию шизофреническую мы будем называть склонность к спонтанным поступкам, вот так вот, и шлейф сомнительных романов в прошлом, как с мужчинами, так и с женщиной, этого недостаточно, то есть у девочки нарушена психика, зачем, ему об этом говорили его друзья, это вообще именно те друзья, которые уже прошли, например, вот Джонни Депп, который с ним общался, говорит, ты попадешь, просто попадешь, потому что я попал, и теперь я расплатился, не от того, что там я ее люблю, нет, я ее, вообще мы разошлись, как море кораблей, ты попадешь, и он попал, вот, ну и разбитая тарелка, ему казалось ничего, разбитая шампанское, тоже ничего, хотя, как только вот такие психопатические моменты наступают, бегите, мужчины, бегите от таких женщин, и чем быстрее, тем лучше, потому что это шиза, никто не находит женщин на помойках, ищите женщин в других местах, переписывайтесь, узнавайте, общайтесь, и вот на заре их отношений Эмбер улетела по работе в Австралию, а на там отлично проводила свободное время от съемок на пляже в компании с красавцем сервером, посмотрите, Илону Маску оставалось лишь наблюдать за тем, как снимки веселого времяпровождения его возлюбленной заполняют страницы таблоидов, и как друзья, которые предупреждали его, ну, друзья в кавычках, пересылают ему эти снимки. Судя по всему, после возвращения Эмбер в Америку миллиардер не стал ей предъявлять никаких претензий. он интеллигентный человек, они стали чаще общаться, и даже он познакомил эту актрису, посмотрите, какая дурость, со своими детьми от первого брака. Это же надо. А потом вдруг опять психопатия, нет, как мы ее решили называть, склонность к спонтанным поступкам, который входит в конфликт с нормальным человеком. И вот склонность опять к спонтанным поступкам внезапно и здесь уже Илон объявляет о своем расставании. Все, он сказал, что это был болезненный разрыв, сильно ранил его чувства и все. Вот так. Я был влюблен, мне было больно. Тяжелая эмоциональная боль, сказал он, несколько недель длилась. Ну и вот последняя его, это певица Граймс, он познакомился с ней в интернете, в комментариях, в твиттере он с ней познакомился и потом их связывает не только схожее чувство юмора, а еще интересы к искусственному интеллекту, симпатия друг друга. В общем, они сначала на балу института костюма в мае 2018 года встретились и потом СМИ уже стали следить за ними. Илон и Грей Граймс, они внезапно отписались в 2019 и пошли слухи, что что-то там пошло не так. Потом снова и 8 января 2020 года Граймс опубликовала своей страничке снимок, показывающий, что она беременная. И вот теперь Илон Маск стал отцом в шестой раз. И об этом он с гордостью сообщил в своем твиттере. Наконец нашел свое счастье. Он очень общительный и у него на футболке написано Occupy Mars занимаем территорию Марса. Вот такая интересная история жизни Илона Маска. Здоровья благословения ему ребеночку и дай Бог будет счастливая у него семейная жизнь. А я люблю вас. Оставайтесь со мной. У нас много чего еще интересного ожидает. Пока-пока. Пока-пока.